Ну что, доброго времени суток, дорогие друзья! Конечно, прошу прощения, что я не сделал это в день открытия после ремонта. Ну вот, собственно, автоинформатор озвучил, какую стацию мы будем обозревать. С 4 марта прошлого года до 30 января нынешнего эта станция находилась в ремонте. Вот поглядите тут, какой замечательный интерьер и, конечно же, память о блокаде. Собственно, ее название, наверное, происходит от того, что отсюда наименьшее расстояние до крупнейшего озера Европы и второго по величине на территории РФ – Ладожского. Но расстояние, мне кажется, прямое, потому что по дороге до Ладожского озера ближе будет все-таки с улицы Дебенко. Ну и вот, видите, такое напролетное сооружение с очень удобным потолочным рикошетным освещением. Кажется, что там пыль на потолке. Нет, это не пыль, это просто тень. Да-да. Мы не шутим. Вот, кстати, какие указатели сделали. Красивые. Вообще, по проекту, тут какая-то должна появиться Ладожская 2. Но это очень далекие перспективы. Хотелось бы, чтобы они были ближе. Вот тут дверка вентиляции на путевой стене. Как была до ремонта, так и осталась. Ее даже не примарафетили. Не знаю, почему. Да, и мы находимся на глубине около 60 метров, потому что вот от головки рельса глубина 61 метр. Ну, знаете ли, станция метро Ладожская, это не только станция метро, но и транспортно-пересадочный узел, который я покажу подробнее попозже. Не переключайтесь. Собственно говоря, основная задача ремонта заключалась именно в наклонном ходе эскалатора, но и самих эскалаторов. И надо сказать, эскалаторы здесь новые. Хотя вот освещение сохранено в старом стиле. Вот видите, видно, что тут все оборудование новое. Хотя вот сам эскалатор, я уж не знаю, новый, а может и не новый. Мне кажется, что тут очень много старого осталось, потому что посмотрите на состояние. Вот этого, вот этого. Ну, вероятно, что-то требовало ремонта, потому что не ремонтировалось аж с 1985 года. И к своему 30-ти семилетию совсем состарилось. Ну и, конечно, дорогие друзья, разрешите обратиться. Огромное спасибо и хороших заработков тем, кто поможет любой копейкой, хоть на сигареты. Помочь можно по номеру плюс семь, три девятки, восемь, шесть, девять, 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 пять, девять, один. Банк на ваш выбор. Обратите внимание, расстояние между фонарями на блюстраде. Почему-то на блюстраде. Почему их нельзя было сделать на потолке. Кстати, его тут поменяли. Довольно большое, поэтому здесь всего 21 фонарь на одну блюстраду. Ну и вот мы, собственно говоря, в вестибюле. Посмотрите вот на этот гигантский светильник. Выглядит, конечно, он весьма забавно. Ух ты, какое тут освещение. Ну что, давайте продолжим. Провка. Ну что ж, доброго времени суток, дорогие. Ну что ж, вот тут такая восьмиградная печенюшка, беленькая, бетонная. Вот, собственно говоря, вход с турникета. Вот почему-то магазины отсюда исчезли. Раньше здесь было два магазина. Не осталось ни одного. Вот только банкоматы сохранились. Зато поставили вот такую временную экспозицию. Похоже, она уже не временная. Но мы-то сами знаем, что временно, то навсегда. Я вам, конечно, еще не все показал. И сейчас покажу, как это все выглядит снаружи. Ну что, вот как бетро Ладожское после ремонта выглядит с фасада. Есть вход и с другой стороны. А вот это входы и выходы на Ладожский вокзал. Здесь все сделано по-хитрому. Я это еще вам покажу. Вот, посмотрите. Вот там вот проход, вот там вот трамвайная остановка, которую еще впереди, которую я покажу. И вот мы, собственно говоря, входим в такую интересную кишку, которая еще и раздвоенная. Дело в том, что посадка на пригородные поезда производится через тоннель. Причем тоннель насквозь тут, насколько я знаю, не проходит. А вот чтобы подняться на платформы поездов дальнего следования, нужно подниматься наверх. И вот, смотрите, вот отсюда еще один выход из этой кишки. Но сейчас мы по ней пройдемся конкретно. Здесь такой вот разворотик, и вот дальше уже разворотов не будет. Пойдемте прямо на мост, потому что основной зал ожидания вокзала находится прямо на мосту. Да, надо сказать, Ладожский вокзал открыт в 2003 году. И, кстати, он хоть и называется Ладожским, видимо, в честь метро Ладожской, но до станции Ладожское озеро, как и до Петрокрепости, прямых электричек отсюда нет. И вот мы уже около досмотрового пункта. Ну что, пойдемте посмотрим вокзальные наценочки вот здесь, а потом пройдемся по самому вокзалу. Вокзальные наценочки и здесь. Да, ну, в принципе, здесь вокзальные наценочки незначительные, прямо скажем, в сравнении с рядом других вокзалов. Ну что ж, продолжаем прогулку. И теперь мы вот так вот через мостик заходим на другой мостик. вот как тут дела обстоят. Здесь сделаны такие круглые окна иллюминаторы. Причем обратите внимание, как тут прикольно. И вот уже железнодорожные пути. Вот там как раз пригородная платформа, откуда выход на электрички, которые делаются из тоннеля. Но не все так однозначно. Посмотрите на эти грандиозные высокие потолки. Высота потолков тут наверное метров 20. 20 метров потолки. И вот там вот всяческие залы ожидания, магазины и так далее. Собственно говоря, спуск на платформы находится вот здесь. Но правда это только на платформы дальнего следования. Их я конечно потом отдельно покажу. Кстати через них можно позайцевать на пригородные платформы в обход турникетов. Что весьма приятно в наше кризисное время. Когда 90% населения живет в нищете. Ну что ж. Прикольные довольно тихие эскалаторы. Но само основное здание вокзала конечно грандиозное. Жаль конечно что на дворе темнота. но все таки сейчас вы еще больше посмеетесь. Не будем забывать что мы находимся прямо в центре Питера. Но тут находится то чего по идее в центре крупного города быть не должно. Но однако до сих пор осталось. вот это парковка расположенная над путями. Это конечно решение интересное парковка между прочим довольно вместительная. Здесь вот видите на какой бы высоте вот кстати видите вот тот корпус Заневского каскада. Вот я там на крыше работал. Ну что а сейчас я вам покажу одно такое место про которое я уже недавно упоминал. А это курорт расположенный в самом центре Питера. У меня на этом курорте побывалось десяток знакомых. Но если конечно вы не знаете как туда попасть ищите пожалуйста инструкцию в священном писании в заповеди от 105 до 360 Ну а мы продолжим обзор вокзала. Прежде чем спускаться вниз в уютную катакомбу пригородного зала я вам покажу снова здание вокзала вид парковки. знаете ли мне он нравится но вот есть то что мне совершенно не нравится так это то что здесь очень мало электричек вот так вот выглядит мост на эту парковку над путями снова вам покажу сами пути а вот там вот видите такой серпантин так это парковка Заневского каскада многоэтажная парковка надо сказать вот еще обращу ваше внимание на этом мостике даже вот под таким углом нет лесенки знаете ли хорошо сейчас погодка сухая а если будет гололед просто берите санки берите хотя бы этот кусок пластмассы который кладется по центр тяжести можно вообще сноуборд и спускаться по гололеду вниз вообще замечательно не правда ли только будьте осторожны вот там вот и вот там смотрите как красиво эта кишка смотрится в темноте по которой мы уже ходили замечательно не правда ли вот там вот трамвайной остановки кстати во время ремонта ладожской тут был компенсационный трамвай и вот я вам его покажу чуть попозже хотя он уже никакой не компенсационный а вот поехал трамвай очижек сам агрегат фирмы штанлер сделанной фаниполе а вот собственно еще один вход на ладожскую только уже с обратной стороны выглядит конечно он весьма замечательно и главное что тут практически всегда можно погреться ну и конечно спрятаться от дождя вот там вот будет пригородный вокзал а вот там дальнее следование до вход запрещен ну все правильно собственно говоря вход находится с обратной стороны вот видите эскалатор с замедлением вот он активировался поэтому вот вам еще один выход из метро ладожской с обратной стороны того же вестибюля ну что ж спускаемся пригородный зал под конец потому что я так подозреваю что электричка уже скоро хотя конечно если я на ней поеду до 45 километра или до МГИ то домой придется выбираться уже автостопом потому что встречной электрички на мою направо уже не будет вот та самая кишка а вот и вход велкам смотрите какая техника тут используется для уборки зала надо сказать вот даже я название не вижу но сейчас увидим написано айс с упрощения кой фирмы этот пылесос а какой фирмы этот пылесос айс первый раз вижу но нормально работает наверное целый гектар за час убирает да ну а вот на весь зал сколько времени нужно 3 часа 4 ну и вот смотрите пожалуйста расписание электрички тут ходят мало и редко поэтому тут и народу немного но интерьер тут конечно турбовый нечего сказать посмотрите на это убранство какие тут красоты кстати да если кто не знал сама станция называется дача Долгорукого и даже в билетах указывается именно так как в общем например Ленинградский вокзал указывается как Москва Октябрьская а Московский вокзал в Питере указывается как Санкт-Петербург главный вот кстати тут конечно да где-то тут конкретно трубу прорвало водичка ржавая так и течет причем течет конкретно ну что поделаешь 20 лет уже 20 лет это огромный возраст ремонт уже по ходу требуется а вот эти трубы под натяжным потолком точнее над ним вот тут такие замечательные пейзажи РЖД куда без них но знаете ли все-таки не так уж плохо что из скромной станции где практически не было электричек сделали такой шикарный вокзал он конечно не идеален но вполне себе нормален поэтому в принципе я никак не жалею о том что он появился хотелось бы видеть таких крутых сооружений больше чтобы аналогов было как можно больше как например многие вокзалы МЦД спасибо всем за внимание спасибо всем за просмотр ставьте лайки пишите комментарии даже если вам что-то не понравилось или я в чем-то ошибся ну а если видео вам очень сильно понравилось то посмотрели посмотрели передайте другим до новых встреч 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 субтитров по número 6